Канал «Сказано» приветствует вас. Сегодня мы зачитаем статью Иннокентия Вишневского. Москва готовит сценарий выхода из кризиса в Белоруссии. Согласится ли с ним Лукашенко на встрече с Путиным? В ближайшие дни Лукашенко прилетит в Москву для встречи с Путиным. Об этом заявил 31 августа пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Встреча может состояться в течение ближайших двух недель. Позиция России уже озвучена. Москва будет настаивать на принятии в Белоруссии новой конституции и с последующим проведением новых выборов. Причем Лукашенко не будет принимать в них участие. Для России крайне важно вытащить запал, который Лукашенко подложил в том числе и под политическую систему в России. Белоруссия не должна стать территорией, с которой протесты могут перекинуться и в Россию. А желающих добиться этого хватает. Страны Балтии вместе с Украиной на белорусской земле отрабатывают новые технологии организации массовых протестов и их канализации, в том числе и против России. И Путин, и Лавров, и Песков не раз разъясняли свою позицию. В Кремле надеются, что в сжатые сроки будет проведено всенародное голосование по новой конституции и последующие выборы президента страны. Причем об этом же говорит и сам Лукашенко. Но именно Путин жестко расставляет все акценты. Кремль видит в таком сценарии единственный путь к быстрому урегулированию политического кризиса в Белоруссии. Нет другого выбора и у Лукашенко. Массовые протесты идут под лозунгом ухода с поста президента. В Москве должны жестко заручиться с согласием Лукашенко на этот сценарий, чтобы он не вздумал вилять или принимать ослабление протестов за свою победу. Мол, все рассасывается, и я могу править страной и дальше. А чтобы Лукашенко не вздумал уклоняться, в Белоруссии объявлено о регистрации партии вместе. Главой партии является бывший банкир Бабарика и лицо нынешнего протеста и глава его предвыборного штаба Мария Колесникова. Бабарика связывают с Газпромом, и его новая политическая сила уже заявила устами Колесниковой, что они поддержат конституционную реформу и готовы принять участие в новых выборах. Кстати, заявление Марии Колесниковой вызвало гневный окрик из Литвы Тихановской. По ее словам, оппозиция должна не признавать конституционную реформу и требовать ухода Лукашенко. По сути, в рядах оппозиции наметился раскол. Тихановская призывает, если и вести диалог с властью, то только об условиях ухода Лукашенко и проведения новых выборов. Бабарика и Колесникова стоят на другой позиции. Они поддерживают конституционную реформу и уже на ее основе проводить новые выборы. За Тихановской маячит позиция Польши и США. Надо нагнетать протестную волну и вести дело к отставке Лукашенко. Надо сносить режим. У партии Бабирика иная позиция. Лукашенко готов уйти и надо дать ему шанс уйти красиво и не нагнетать ситуацию в стране, не разрушать экономику и не вести дело к хаосу и резкому падению уровня жизни в стране. Понятно, что все последние годы Лукашенко тормозил со своей стороны движение в сторону окончательного оформления договора о союзном государстве, который стороны подписали еще в 1999 году. Но на предстоящей встрече, скорее всего, Москва в обмен на поддержку Белоруссии потребует от Лукашенко подписания соглашений об углублении интеграции в рамках союзного государства. Кремль ясно дал понять, что США и ЕС не должны вмешиваться в белорусские дела. Предупредил об этом сам Путин, когда заявил о том, что в случае просьбы белорусской стороны об оказании военной помощи Россия пойдет ему навстречу. В Кремле понимают, что частыми метаниями между сближением с Россией и отдалением от нее, заигрываниями с Западом, Лукашенко уже исчерпал свой ресурс доверия. России нужен новый политик, который бы сохранил тесные связи с Россией, но и сумел бы взять под контроль оппозицию, а главное – заручился широкой поддержкой рабочего населения страны. Пока на этом горизонте есть лишь Бабарика, и первые заявления и шаги этого политика говорят о том, что он отдает отчет в непростой ситуации в республике и намерен двигаться в сторону более глубоких экономических связей с Россией при сохранении независимости страны. Спасибо за внимание! Поставьте, пожалуйста, лайк этому видео, оставьте свое мнение в комментариях, поделитесь роликом в социальных сетях и подпишитесь на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok